Прошу прощения. Итак, начинаем. Добрый всем вечер. Я очень рад, что мы вернулись после перерыва к нашим урокам. У нас уже был 2 недели назад урок, после этого был перерыв в месяц примерно. Мы изучаем книгу Равкука «Рота Чува», «Свет Чувы». У нас 14 глава и уже 17, надеюсь, успеем сегодня, 18 абзац озвучить. Как всегда, мы будем переводить по тексту. Готового перевода у вас, к сожалению, нет. Начнем с вашего позволения. Я зачитаю юврид и потом переведу. У нас есть 2 основные методы. Первый метод – это «Мояши» и «Мояши» и «Мояши» и «Мояши». «Мояши» и «Мояши» и «Мояши». «Мояши». «Мояши» и «Мояши» и «Мояши». «Мояши» и «Мояши» и «Мояши». «Мояши» и «Мояши» и «Мояши». «Мояши» и «Мояши». «Мояши» и «Мояши». Есть две возможности существования величия уровня, на котором человек находится. Первый вариант – это когда человек приобретает, находится на своем уровне из-за хороших дел, которые он делал, и учебных вещей, которые он выучил. Массивы атаму. Второй вариант – это он может достичь своего уровня, какой-то ступени из-за врожденного... Как это? Врожденный... Человек может быть... Врожденное положительное качество, как называется? Не талант, но, допустим, талант. Какой-то врожденный талант, связанный с корнем его творения. Тот, у которого основа его величия и основа уровня его... Основа высоты его уровня – это со стороны учебы и дел. Реально. Если он спускается со своей ступенью, и ему нужно обратно подниматься, тогда ему нужно держаться за мелкие, маленькие, низкие качества, и возвращаться ему нужно потихоньку. Однако тот, основа его ступени со стороны таланта врожденного от величия его души... Тогда, даже если он спускается со своей ступени, из-за каких-то препятствий внутренних или внешних, он должен вернуться к своей ступени быстро и перескакивая. Как это? Подняться, как на орлиных крыльях. Не обращая внимания на постепенность, на ступеньки, на этапы, которые он проскакивает. Однако в любом случае присоединяется к этому также шува по отношению к низким, к мелким душевным качествам и личным подробным отношениям к своему уровню, который относится лично к нему. Однако, но, это не основа для него. Это не основа его шувы. Того, у кого корень, он велик. Но это добавление, которое прибавляется как специя и как, допустим, как что-то сладкое после еды и помогает к его основной шуве, которая велика. Я попытаюсь это объяснить с двух точек зрения. Значит, мы здесь говорим про кишарок, какой-то талант, про какое-то качество, которое у человека есть врожденный или нет. Соответственно, человек, у которого есть этот талант или нет этого таланта, соответственно, у них как-то, у них разная программа. Одна программа для одаренных, другая программа для нормальных. И у них это разная программа. Это нормально. Так и должно быть. Соответственно, то же самое у нас есть в нашем моральном уровне. Есть человек, который, у него, его окружение, его семья, его данность, с которой он родился, у него есть как бы талант к духовности. И он находится, может быть, в высокой ступени, находится, потому что, ну вот, получил подарок. У него высокая душа, у него хорошее окружение. Он не вкладывал в это много личного труда, это минус. Но у него есть, как бы, к этому талант, это плюс. Есть другой человек, который все свое, все свое, весь уровень заработал, честным трудом, вкалывая. Ему, в общем-то, не было дадено много. Или, скажем так, у него что-то было дадено, но он не обладает талантом в этой области. Мы сейчас говорим про область уровня, как бы, морального, духовного, да. И он поднялся, как бы, учась, и совершая, как бы, поступки хорошие. Так вот, когда каждый из этих разных людей падает из своей ступени, как бы, а мы живем в реальном мире, и поэтому у нас, мы знаем, что у нас подъемы чередуются с падением, то, соответственно, у этих разных людей у нас разное, мы по-разному им советуем подниматься обратно. Тот, который все заработал своим трудом, если упал, надо отряхнуться и вставать, и рюкзак на плечи, и обратно подниматься потихонечку, не стараться перескакивать. Да, ты был на седьмом этаже, сейчас я скатился на третий, соответственно, нам сейчас нужно освоить четвертый, пятый, шестой, несмотря на то, что мы того же были. Не спешить и подниматься, и так будет правильно. С другой стороны, человек, который, у него был талант, и он с этого же седьмого этажа скатился на третий, он может, когда захочет подняться, как бы обратно вспрыгнуть на свой седьмой этаж, и это будет ему тоже хорошо. Повторение пройденного, а для него, может быть, не пройденного, четвертый, пятый, шестой этаж, это как сказать, не помешает, это хорошо, но это не основа для него. Основа для него – это вскочить, спрыгнуть, взлететь, обратно на свой седьмой этаж, и он может здесь прыгнуть. Итого мы видим два подхода. Один, который с прыжками, второй, который, ступенька за ступенькой. Один для тех, у которого есть в моральном, в духовном области есть какой-то талант, и люди, которые нормальны. У них, может быть, есть талант в каких-то других областях. В этой области им нужно с трудом зарабатывать свой уровень. Это одно объяснение, простое, личное, частое, тоже есть написано. Но когда я это читаю, у меня как бы свербит постоянно желание также прочесть это на национальном уровне. И тогда это будет немножко другой поскольку. Если мы это пытаемся прочесть на национальном уровне, то я не знаю, можно ли так прочесть. Мне кажется, что да. Если мы захотим прочесть на на общем уровне, не на частном, то у нас получится разделение между народом Израиля и народами мира. Соответственно, народы мира зарабатывают свой уровень подъемом. Если они скочили с него, нужно заново проходить уже пройденные этапы. Может быть, это теперь будет быстрее и проще. Это вот так. А народы Израиля, когда ему нужно будет подниматься, то он сможет перепрыгивать. И что это перепрыгивание? Если мы говорим уже про народ, то у народа Израиля в изгнании эта ситуация как бы неестественная и очень низкая, принизменная, униженная. А в избавлении эта ситуация величия. И вот именно когда тут и когда нужно подниматься, вот когда если мы будем говорить про народы, то если мы говорим про человека, то почему подниматься нужно всегда, в любой момент. Или по-простому, когда я решил сделать шумой подняться. Когда мы говорим про народ, это, конечно, уже не просто когда нужно, а это когда именно идет время избавления. И соответственно во время избавления мы говорим, что народ сможет со своего низменного состояния на величие подниматься скачками. Соответственно, видимо, даже необходимо, что это мы будем видеть череду серьезных кризисов, потому что поднятие скачками это всегда обязано сопровождаться кризисами. Если поднятие ступенька за ступенькой может пройти плавно, то, безусловно, поднятие прыжком, прыжками со ступеньки с низкого уровня на соответствующий уровень, он порождает, безусловно, кризисы, которые мы видим в народе Израиля во всем времени новой истории и вот так же в наше время. Я сейчас сделаю перерыв маленький, потому что я забыл всех поздравить с двумя праздниками. Кто, во-первых, с Днем Победы, кто отвечает на 9 мая, а не 8-го, а во-вторых, у нас сегодня Лагбаомер, 33-й омер у нас праздник, который Раби Шимана Бар-Юхая, Дети все на кастрах, это тоже, в общем-то, праздник, который связан с внутренней Торой, с Кабалой, он, безусловно, связан, конечно, также с избавлением. Вот мы сейчас тоже говорим про избавление. Смотрите, вот второе прочтение, которое дал, которое общее, оно как можно читать, так можно не читать, потому что может быть, это вообще не написано, потому что написано как бы не четкого намека, но мне вот кажется, что вот есть на это направление тоже намек. И мне кажется, мне кажется, так можно тоже прочитать, безусловно, не отметая первое прочтение, которое мы сделали, прочтение, как бы, что это относится к разным типам людей. И есть такое, есть, у которого есть врожденное какой-то талант к чему-то. Есть те, которых нет. На этом я закончил с нашим отрывком. Если кто-то хочет сказать свое отношение, мнение, мысли какие-то, я буду очень рад. Натан, я хочу сказать, что я с вами во втором плане совершенно согласна. Я пока слушала, как раз над этим думала, что вот когда скачками, это для психики, что ли, это будет очень тяжело на самом деле. Это вот те самые люди, которые то в одном состоянии, то в другом их болтает в разные стороны постоянно, потому что у них вот эти скачки происходят. Это, конечно же, какие-то кризисы. То есть все у них удвоено, утроено все вот эти вот переживания, в отличие от того, что когда медленно идешь постепенно, это как-то спокойно. А тут главное, ты ничего поделать не можешь. Оно само собой. То есть ты впадаешь в какие-то вот состояния, и тебе это вот от частного к общему вот то же самое. Я совершенно согласна. Я как раз об этом и думала, когда слушала. Бедные мы, бедные. Так нас и будет швырять то туда, то сюда. Вот, в общем, ну, у меня... Спасибо. Со всем я согласен, кроме бедных, потому что неважно, где ты находишься, ты с каким-то талантом или без, у тебя есть всегда в связи с этим отрицательные, положительные отрицательные и положительные стороны это. Соответственно, если ты талантливый, то, смотрите, да, допустим, талантливые там, не знаю, дети искусств, у них очень часто есть серьезные проблемы в личной жизни, с душевным здоровьем. С другой стороны, они нам оставляют эти свои переживания глубокие, они нам могут красиво как бы переложить на музыку, на лист бумаги, на фильм, и нам остается что-то. Нам остается что-то. С другой стороны, да, но они могут куда-то запрыгнуть, а нормально у них нет этого, с другой стороны, у них обычно нормальная жизнь, нормальная семья, и они продвигаются. Если мы переходим к общему, народ Израиля тоже, в общем-то, жизнь в изгнании это жизнь приравненная к смерти. Избавление для в общем смысле это жизнь. Ну, понятно, что мы видим, что умирание это череда кризисов, а тем более воскрешение из мертвых понятно, что это череда кризисов. Да. Большое спасибо. Да, я с бедными тоже не согласна, это я зря. И, кстати, вот в соответствии с учением Мерава Кука нельзя так, конечно, думать, бедные мы бедные. Если будешь думать об этом в позитивном ключе, ну да, меня тряханул, зато я одаренный, зато я могу, и оно полегче будет, получше, вот точно. Согласна совершенно. Большое спасибо, Виктория. Тимур, добрый вечер. Если кто-то еще хочет сказать что-то, я буду очень рад послушать еще. Окей. Юра пока привыкает, Тимур только подсоединился. Хорошо. Значит, мы сейчас перейдем тогда к следующему отрывку, значит, у меня просто в книжке, давайте сейчас зашарим, заширю. Тут есть у нас Юдзайд, маленький отрывочек, 17-й со звездочкой. Мы его пропустим, потому что у меня в книжке его нет, я подготовил сейчас 18-й, он тоже маленький. Если мы успеем, у нас останется время, мы вернемся к 17-му со звездочкой. Теперь что хочу еще сказать, до того, как я начинаю читать, они связаны. Вот 18-й отрывок тоже нам говорит про вот эти скачки и про поднятие быстрое или не быстрое. В общем-то он нам здесь немножко пытается рассказать, а что будет, если правильно подниматься по ступенькам спокойно, а ты начинаешь скакать и прыгать. Так, давайте посмотрим. И так, в степь, 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 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добрый вечер, маг! Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Кроме того, что ты будешь стоять в соответствующем тебе месте, и тебе будет хорошо, ты получишь еще подарок. Ощущение от тех высших ступеней будет на тебя хорошо влиять. Это будет твой подарок. Это значит насравкук. И здесь тоже я сказал все, что хотел. Я здесь остановлюсь. И кто хочет, я буду рад послушать отношения. Обратите внимание, мы два отрывка подряд говорим про прыгать. То есть, первое мы разделили, кому можно прыгать, кому не нужно прыгать. А второе мы говорим, что происходит, если ты прыгаешь не на свой уровень, а выше. Как это, не обращая внимания, что ли, немножко пренебрегая теми уровнями, которые, в общем-то, тебе соответствуют. Да? Пожалуйста. Ну хорошо. Если нет, тогда мы сейчас попытаемся еще изучить то, что мы пропустили. Семнадцатый абзац со звездочкой. Он, мамаша, совсем коротенький. И давайте попробуем. Семнадцатый абзац. Семнадцатый абзац. Семнадцатый абзац. Не нужно слишком подробно считаться во время чувы с поднятием по порядку. Так как, допустим, мы подробно считаемся с прямыми делами, по крайней мере, изначально. Потому что в большинстве случаев нужно перепрыгнуть, нужно перескочить через несколько ступеней, чтобы вернуться к тому месту, где мы стояли до потерь. Обратите внимание, этот абзац, он немножко спорит с семнадцатым. И немножко похож на восемнадцатый. То есть обычно в нашей жизни мы идем шаг за шагом. Мы закончили школу, идем в институт. После института у нас есть доктора, постдоктора. Мы не прыгаем. Ираф нам в семнадцатом абзаце сказал, что тот, кто может, ему хорошо прыгать, тот, кто зарабатывает все своим честным трудом, ему прыгать неправильно. Но это у нас было в семнадцатом абзаце. В восемнадцатом у нас было, что, как это, пренебрегать уровнем, который тебе соответствует, это плохо. Это неверно. А теперь мы по серединке. Ты упал, как мы сказали, с седьмого этажа на третий. И иногда, то есть да, мы говорим, не прыгать. Если это заработанная, как это, трудом уровень, то теперь сейчас нужно будет этаж за этажом подниматься наверх. Как это? Но мелочиться мы здесь не будем. Если так получилось, что ты с третьего этажа перепрыгнул сразу на пятый и с пятого уже пошел на шестой и седьмой, это нормально. Мы не обязаны тебя вернуться на четвертый и пройти его, что называется, ножками. Потому что это уже ты проходил, это может быть уже быстрее. И как это, то есть неправильно изначально прыгать. Изначально нужно идти один за другим. Но если ты немножко подскочил, ничего страшного. Ничего страшного. Почему? Потому что ты идешь не к новой ступени, которой обязательно нужно идти ступень за ступенью, шагами. Тут невозможно перескакивать. Почему, кстати, невозможно перескакивать? Я вчера объяснил. Потому что каждая ступень, каждый уровень, он ценен сам по себе. У него есть своя собственная сокровищница святости. Но так как мы уже там были, то мы ее не пропускаем. И немножко мы можем перепрыгнуть. Или, по крайней мере, если так получилось, что мы перепрыгнули к тому уровню, к которому мы возвращаемся, то... Хорошо. Перепрыгнул. Это не так, как нужно было делать изначально. Ну, нормально. Потому что это как-то потянет. Это наш вот 17-й отрывочек со звездочкой. Просто в книге у меня его нет, поэтому я его не видел. Пожалуйста, если кто-то хочет что-то сказать по поводу нашего 17-го со звездочкой отрывка или по поводу всех троих и любого из них, я буду очень рад. Натан, мне хотелось бы аналогию с сосудами провести. То есть вот там как раз расплескивается вот это. Короче, когда прыгнул наверх, то есть хлебнул много другими словами, в сосуд не влезло, он лопнул. Ты в падении, у тебя сосуд разбился. И когда ты идешь по ступенечкам, ты его пересобираешь, но с учетом того, то есть уже зная, что туда будет вмещаться. У меня такая аналогия родилась прямо вот сразу. Очень красиво. И очень может быть, что это так оно и есть. Смотрите, терминология сосудов, это, я не знаю, если вы это сами придумали, вообще здорово. Если нет, это, в общем-то, как бы это еврейская кабала. Она очень много говорит про свет и сосуды. Сосуды – это вот форма, которая этот свет вмещает, а свет – это идея, это содержание. И вот именно у нас есть также идея по разбиению сосудов. То, что вот Всевышние в начале сотворения сосуды не выдержали свет и разбились. Именно это все, что вы рассказываете. Теперь, смотрите, все, что делает Раф Кук, он переводит всю каббалистическую терминологию на терминологию «открытый тот». Именно поэтому и можем искать, потому что в кабале я не разбираюсь совершенно. И теперь, но то, что вы сказали, очень может быть, это вот именно вот эта каббалистическая подноготня того, что Раф говорит. То есть в любом абзаце Рафа, безусловно, это основывается на всей Торе, в том числе на скрытой Торе. И Раф действительно писал в своих письмах, когда вот он говорит про эту свою книгу «Ротов Шувак», что он постоянно в душевном сомнении, сколько открыть, а сколько скрыть. Очень может быть то, что вы сказали, это так оно и есть. А может быть и нет. Не могу, что называется. То есть очень-очень интересно, очень похоже, что так. Но как-то не опровергнуть, не подтвердить не могу. Нет, конечно, я это не сама придумала, естественно. Вот. Это где-то в начале я, может быть, пыталась именно каббалистическую как раз освоить терминологию. И поняла, что это для меня темный лес. Я ничего не пойму. Ну и вообще я к этому не готова. Это вот мне стало понятно. И вот я, собственно, по ступенечкам Раф Кук этим и ценен. То, что если браться за каббалистические именно сразу вещи, они монструозные совершенно формы примут. Это вот как раз вот о сектах, об ответвлениях, о том, о сём. То есть это не готовы когда люди. А вот Раф Кук, он тем и ценен, что он объясняет это всё и вкладывает, наполняет вот этим светом твой сосуд, понятным тебе светом. И тогда уже и даёт тебе выбор, в какую сторону тебе пойти в дальнейшем после его изучения. То есть углубиться или куда-то в другую сторону свернуть, подходит это для тебя или нет. Раф Кук это очень ценно. У Рафа именно так, безусловно. Безусловно. То есть Раф Шерки говорит, что у Раф Кука тут есть очень много. Он говорит о том, что нужно изучать каббалу. Но не имеется в виду изучать каббалу в терминах каббалы. А имеется в виду именно работа Раф Кука, потому что каббала также требует перевода на термины, которые понятны поколению. И Раф Кук в нашем поколении сделал эту работу. Соответственно, его все тексты – это сплошная каббала с одной стороны. С другой стороны, практически нигде нет никаких каббалистических терминов и так далее. Это серьёзная работа по переводу. У него нет перевода «поп и дурак», который просто переводится словарём. А вот именно оформление на язык нашего поколения каббалу. Соответственно, именно это та каббала, которую нам сегодня нужно изучать. То есть учение Раф Кука, его текста и так далее. Так что большое спасибо Виктория. Великолепно. Я очень доволен вашим дополнением. Это просто то, что очень рад. И большое спасибо. Кто-то ещё что-то хочет сказать или заметить? Если нет. У нас ещё есть пару минут. Давайте посмотрим. Вдруг мы успеем ещё один абзац выучить. Но тут проблема, что я его не готовил. Поэтому дайте мне минутку, я посмотрю, что у нас там есть. Хорошо? Парик же мы вторим. Дneh. Вот ну. Парик. Давайте посмотрим, что у нас будет¨, вотная копия, то есть моменты. Так, хорошо. Давайте возьмем еще один флёчек. Так, у нас будет уже 19. Так, хорошо. Так, хорошо. Даже если видеть человек, что даже если у него просыпается в его сердце желание держаться в прямой дороге и усилиться в служении Богу благословенному, сразу же усиливается у него дурное начало и роняет его в страсти и в низменность. В любом случае, чтобы человек не раскаялся. Не раскаялся в том, что он решил подняться. И пусть он добавит мощь к его мощи. А на те препятствия, которые случились у него, по дороге поднятия пусть вернется, сделает шугу и знает, что все это содержится в изречении, что тот, кто ошибся в заповеди, ему не нужно приносить жертву хатат, это жертву от греха. И не боится ничего, а только увидит святость и возьмет шугу и святость из всего, что случается с ним. Раф меняет здесь немножко тему. И это очень важная тема. Человек как бы может отчаяться, он пытается быть лучше, встать на хорошую дорогу и видит, что как только он пытается, сразу его дурное начало очень сильно нападает на него и он падает и спотыкается. Человек, не знаю, я выдумываю сейчас, не алкоголь, но иногда может хорошо приложиться. И вот он решил, это слишком, буду пивать рюмочку в неделю, не больше или в день, чтобы это слишком. И вот тут как раз здесь с друзьями, там с друзьями вечеринка и ушел в закон. Как так? Я вот только решил, я только хочу и вот, и вроде такое со мной не случается слишком. Я вроде ничего и раз, и все совсем плохо. Как же так? Я только решил, лучше это здесь и сразу я тут падаю. Раф говорит, во-первых, ни в коем случае не отчаиваться. Нормальная ситуация такая может быть. Не отчаиваться. Это самое главное. Не отчаиваться, а это не раскаиваться. То, что решил подниматься. А, сложно, все равно меня бросит вниз. А, я уже понял, это правило. Как только я пытаюсь лезть наверх, я проскальзываю еще две ступеньки вниз. Здесь не нужно пытаться. Нет. Не раскаиваться в поднятии. Раскаиваться только в спуске. Не раскаиваться в поднятии. А увеличить мощь, увеличить силу и продолжать с упорством лезть вверх. Для того, что он упал, можно делать шуву и продвигаться дальше вперед. Ничего страшного. И знай, что это падение, это часть того, что сказано. Тот, кто ошибся в заповеди, ему не нужно перенести жертвоприношение за грех. То есть, это его падение, это часть заповеди его поднятия. Потому что это пришло из того, что он решил подниматься. И не бойся. Не бойся. Не бойся. И только во всем вить, замечай, обращай внимание, святость. И бери святость и чуву из всего, что с тобой происходит. Очень хороший отрывок. Немножко меняет тему. Возвращается нашу любимую тему, что у нас отчаяние. Оно наш главный враг. И фанацеи нет. И очень может быть, что когда мы пытаемся подняться, нас как раз сбрасывает. Злое начало, оно есть. Его нельзя сбрасывать со счетов. Из-за того, что я решил подниматься, оно не очень впечатлилось. И иногда даже наоборот. Он говорит, не бойся. И ни в коем случае не раскаивайся в поднятии. Раскаиваемся мы только в спуске. Ваша очередь, пожалуйста. Хочу сказать, что как раз в этот момент и наступает поиск корня. В этот момент как раз мы ищем корень проблемы. То есть, если человек замахнулся и не получается, значит дело в чем-то еще. Значит, мы возвращаемся к голове поиска корня этой проблемы. Значит, не все там проработано. Поэтому так и случается. Я думаю, что так. Может быть, да. А может быть, нужно просто немножко упорство. Так было в школе даже более простые вещи. Ты не учишь, допустим, английский. И какие-то троечки ты имеешь. Ты решил, что я учусь, выучу там свои 20 слов в день. Сюда сюда и как раз тебя подоспело будет. Ты такой, вот, я уже знаю, это же правило. Я только начинаю учить по тематике, которую я запустил. Сразу двойка, двойка, двойка. Иногда это просто значит, что проснулся злое начало. Именно потому, что ты сейчас начал идти по хорошей дороге. Иногда просто упорство. Иногда то, что вы говорите. Может быть, нужно не в лоб лезть, а обойти справа. Или слева, или сверху, или слева. Да, тоже верно. Иногда так, но не бояться того, что я начал подниматься, и меня смахнуло вниз. И не раскаиваться в желании подъехать. Окей. Кто-то еще что-то хочет заметить нам? Ну, хорошо. Тогда мы попрощаемся. Я очень рад опять встречаться с вами. Я очень рад, что присоединились Юра и Марк. Милости просим, как-то брюхим обоим. С большим удовольствием. Хорошо. Всем добрый вечер. Еще раз с праздником. И с праздником Победы, и с праздником Влад Боомер. Мы встречаемся через две недели, как положено. Всего наилучшего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok